В 1944 году советские войска освободили Восточную Пруссию, Румынию, Болгарию, Чехословакию, Югославию и в 1945 году вступили на территорию Германии. Война приближалась к концу. Мы находимся в Республиканском музее боевой славы. И это специальный выпуск проекта «Открытый урок». Меня зовут Зенит Дин. Здравствуйте! 16 апреля началась Берлинская операция. Битва ознаменовалась залпами тысячи артиллерийских орудий и вспышками мощных лучей прожекторов, ослепляющих врага. После тяжелых многодневных боев настала очередь штурма Рейхстага. Начались жаркие схватки за каждый этаж, за каждую комнату. 30 апреля над Рейхстагом сбилась знамя победы. Водруженный разведчиками сержантом Михаилом Егоровым и младшим сержантом Мелитоном Кантари. В битве за Рейхстаг принимали участие наши земляки. Один из них – сержант Газий Загитов. 30 апреля 1945 года он в составе группы капитана Макова участвовал в штурме Рейхстага. Несмотря на сквозное пулевое ранение, он в составе группы водрузил знамя победы. Газий Загитов и его товарищи были представлены к званию с Героя Советского Союза. Но по решению командования они все были награждены орденами Красного Знамени. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года был подписан акт обезоговорочной капитуляции Германии. 9 мая вошел в историю как День Победы. Победа нашего народа в битве за свободу и независимость Родины против фашистской Германии была завоевана дорогой ценой. Погибло более 27 миллионов человек, 10 миллионов военнослужащих, 17 миллионов верных жителей. Наша страна понесла и большие материальные потери. Были уничтожены десятки тысяч предприятий, больниц, школ, библиотек, разгромлены дороги и мосты. Потеряли кровь около 25 миллионов человек. Предстояло заново отстроить 1710 городов и 70 тысяч сел и деревень. Проходит время, а память остается. Во всех уголках России и Башкортостана, даже в самом маленьком поселке или в деревне, установлены памятники, мемориальные доски, напоминающие о Великой Отечественной войне. 9 мая – это светлый и радостный праздник. Он несет в себе дух единства, напоминая о том времени, когда само существование нашего поколения было под угрозой. Остается только порадоваться тому, что наша земля родила таких великих героев. И всеми силами стараться доказать, что их жертва не была напрасна. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...